В августе 1941 года, 6 недель, срок, по мнению германского генералитета, достаточной для уничтожения вооруженных сил России, истекли. Желанная победа не давалась. Москва так и не была повержена. А мы с вами продолжаем читать документальную повесть самарца Андрея Павлова «Запасная столица». Возвращаемся в Куйбышев 1941-го. А на улице Главной посольства стран, еще не горящих в огне. Пусть запомнят и боль, и геройство. Пусть расскажут об этой войне. Крепко-накрепко запомнил я один день и события в нем. То ли из осени 1941-го, то ли зимы 1942-го года. Как-то один человек подарил мне, 13-летнему мальчишке, талон на обед в столовой. Находилась она на углу Некрасовской и Фрунзе, совсем недалеко от Гранд-отеля. Только завернуть за угол. А надо сказать, что лишний раз поесть голодному парнишке было в те времена большим подспорьем. Обед начинался уже у дверей, из которых пахло чем-то теплым и невообразимо вкусным. У входа вот здесь стояла женщина с неприступным лицом. Кажется, задумай кто-нибудь взять эту столовую на абордаж. У нее и тогда хватило бы сил отбиться в одиночку. Каждому обладателю заветного талона стражиха вручала алюминиевую мятую ложку. Вместе с острожайшим предупреждением вернуть на обратном пути. Вместе с опорожненной миской. Иначе не выпустят. И вот ложка у меня в руках. А теперь скорее к раздаточному окну, где в миску мне плеснули два, а может быть и три половника мутноватой водицы, в которой плавало всего несколько пшонинок и блеснула одна единственная крохотная жиринка. Но это не беда. Скорее есть, пока не испарился чудесный запах этой еды. А вот хлеба здесь не полагалось. Если принес с собой кусок, хорошо. А нет, ешь и не прогневайся. Я видел, что за соседними со мной столами сидели военные, которые из тугих заплечных мешков доставали хлеб и колбасу. Как чудно пахла эта колбаса. Господи, как она пахла. Но я старался по сторонам не смотреть. Глядел в свою тарелку и ел свою горячую водицу. А вот еще один эпизод из документальной повести Андрея Павлова «Запасная столица». В пригороде Самары на Красной Глинке, где жила моя семья, в прибрежных лесах, окружавших поселок, формировались воинские части. Рассматривая петлицы красноармейцев и командиров, я замечал, вчера здесь были танкисты. Ночью земля содрогалась от проходящих по недалекому от дома шоссе танков. И утром еще были заметны следы гусениц. Нынче пехотинцы. Очевидно, все они уезжали ночью. «Однажды я ждал заросшей лохмами своей очереди в парикмахерской. Вошел капитан с эмблемами артиллериста в совсем новой шинели, еще пахнущей складом. Он разделся и сел рядом со мной, а с беспокойством поглядывая на часы с решеткой поверх циферблата. Кто-то уступил ему свою очередь. Капитан благодарно кивнул и уселся в кресло перед зеркалом. На вопросительный взгляд парикмахера сказал жестко, «Побрейте меня семь раз». «Услушаюсь». Никто не удивился. Мы догадались. Наверное, уже сегодня капитану предстояло уехать на фронт. В 41-м бриться в окопах было некогда. А между тем мы с вами вошли в одну из квартир военного Куйбышева осенью 41-го, приютившую сюда семью москвичей. Семья состояла из отчима, матери и двоих сыновей, одному из которых исполнилось 12, а другому всего один год. Война застала их в Тбилиси, где отчим мальчиков должен был строить завод. И вот оттуда-то, из Тбилиси, через Астрахань и Сталинград, семья с трудом добралась до Куйбышева. А добравшись до Куйбышева, беглецы остановились у родственников в квартире на улице Фрунзе, где 12 лет назад появился на свет старший из мальчиков. Эта квартира находилась совсем недалеко от филармонии. По-видимому, это обстоятельство и заставляло вчерашних москвичей стремиться как можно чаще побывать в концертном зале бывшего Самарского театра «Цирка Олимп». Это там, в филармонии, где с началом войны и эвакуацией в Куйбышев столице разместился театр «Опереты». Будущий кинорежиссер Эльдар Рязанов смотрел, по его словам, 17 раз «Сильву» и другие спектакли, записываясь за билетами в 5 часов утра. Но дело было не только в любви к «Оперете». Дело было и в другом тоже. Дело было в том, что здесь, в Куйбышеве, как и повсюду, в стране с началом войны были введены карточки на хлеб, жиры, мясо, масло, макароны и на все остальные продукты. Купить эти продукты нельзя было ни за какие деньги, только у спекулянтов. А вот в театре можно было купить настоящее московское довоенное пирожное. Да, настоящее довоенное пирожное – это был праздник. Праздник среди тревог и лишений, среди голода и постоянных ожиданий страшных известий. Праздником были и спектакли, многие из которых шли без костюмов и декораций. Так, например, Рейзен пел Сусанина во фраке с орденом Ленина на Лацкане. А пока куйбышевцы стояли в очередях за миской мутноватой водицы со считанными пшонинками и одной-единственной жиринкой, в центре Куйбышева продолжалось сооружение бункера для главнокомандующего. Вот как об этом вспоминал Марк Львович Семик, который был эвакуирован на Волгу в составе ведомства, в который входили бригады строителей, текелажников, слесарей, сантехников, лифтеров и отделочников. Однажды меня и других метростроевцев буквально подняли по тревоге. Вместе с семьями мы погрузились в теплушки специального поезда и через 10 суток приехали в Самару, где поселились в школе на улице братьев Крастелевых. Жили в классах по 4-5 семей в одной комнате. Здесь нам объяснили, зачем мы понадобились в Самаре и взяли подписки о неразглашении государственной тайны особой важности. А мы, между тем, еще побудем в квартире, где в 20-метровой комнате в 1927 году родился будущий кинорежиссер Ильдар Александрович Рязанов, и где 12 лет спустя, осенью 41-го, он снова жил с отчимом, матерью, младшим братом и тетей. Это отсюда. Он ходил на спектакли, в филармонию и в Большой театр. И в школу, которая находилась тоже неподалеку отсюда, на улице Льва Толстого. Может быть, вот за этим или точно за таким же столом вот этого окна 12-летний Ильдар Рязанов читал и перечитывал строчки о совсем другой войне, которая происходила гораздо раньше. Но это было неважно, потому что эти строчки рассказывали о том, где человеку брать силы, чтобы не опустить руки. В это время в гостиную вошло новое лицо. Это новое лицо был молодой князь Андрей Болконский. Князь был красив собой, невысокого роста, с определенными и сухими чертами лица. Кажется, строчка за строчкой сами вырезались в память, чтобы остаться в ней уже навсегда. Кажется, все прочитанное в ту же самую минуту вставало как наяву перед мысленным обзором юного читателя. Князь Андрей собирается на войну, его берет адъютантом сам Кутузов. Вот оно и начинается, самое настоящее. И он тоже был сейчас князем Андреем. И строчка за строчкой, слово за словом, искал в себе и в своем будущем то, что напоминало Андрея Болконского. Вот только обладал ли он сухими и определенными чертами. Этого он не знал. Это казалось ему непонятным. И поэтому привлекало его больше всего. И снова слово Андрею Павлову. Однажды, слякным октябрьским вечером, я возвращался из школы после второй смены. Шоссе пустынно, уже облетевший лес, подступает близко черной стеной. Сырой ветер доносит оттуда непонятные в эту пору железные звуки и запах дыма. Мне не по себе. И я тороплю шаг. Вдруг вынырнул из леса кинжальный свет автомобильных фар. Поравнявшись со мной, останавливается М-ка. Дверь отворилась. Стой! Куда идешь в ночь? Кто такой? Я молчу. На меня строго смотрят человек в серой шинели, со шпалами в петлицах. Школьник? Разглядел он сумку с книгами. Да. Где-то здесь должен быть поселок Управленческий, ты знаешь? Да. Еще немного проехать и повернуть направо. Трогай, сержант. Я еще долго смотрю вслед тающему в темени малиновому огоньку. А мы возвращаемся на Куйбышевские улицы, по которым в эти годы и месяцы ходили свои и чужие. И текла такая разная жизнь военной столицы. А где-то раз в месяц мать собирала и вела нас в баню. Это была баня лагеря, в котором наша мать работала доктором. Когда мы входили в жар на топленной бане, нас поражал блеск выскобленных скамей и полок. Мылись мы около часа. За это время наша обелишка выстирывалась, прожаривалась и выглаживалась. Мать благодарила за это банщиков пачкой маршанской махорки, которой они были очень рады. С тех пор я никогда не смогу забыть выражение глаз банщиков, мужиков лет под 50, когда они видели ребятишек, вышедших из жарко натопленной бани, распаренных и разрумянинах. И сколько тогда светилось в этих глазах печали, радости, тоски по собственным, оставленным далеко детям и внукам. Это древний огонь в морду волчьего желтого голода. Это вечная битва голодных волков и огня. Я над сердцем своим совершаю работу геолога. И качается сердце под теплой рукой у меня. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова